Привет, Китай! Я Романович на дворе. 20 ноября. И OnePlus 6 уже здесь. Здесь, мать его! Прикол весь в том, что, конечно же, напрямую из Америки смартфоны не доставляют. И приходится пользоваться какими-то сторонними организациями и сайтами, которые в три дорого сюда доставляют. Мне удалось это сделать буквально где-то за 15 долларов. Ну и сам смартфон мне вышел 550 баксов, в то время как на Алиэкспресс все это дело стоило около 580 баксов в тот момент, когда я заказывал. А помогла мне студенческая скидка. Представьте, США действует студенческая скидка российского вуза на покупку смартфона. Привет, Россия! Ну и самое главное, что заказывал я с помощью посредника. И все это по срокам мне где-то обошлось, ну, в районе двух недель. То есть заказывал я примерно в 5-6 числах ноября, а уже сегодня 20 ноября я получил. Таким образом получается, что я взял новинку до всего за 550 баксов. Пускай это и минимальная версия, но в Китае в тот момент невозможно было и за эту добыть стоимость. При том, что в данный момент на Алиэкспресс цены до сих пор в районе 580 баксов. Таким образом, у меня не китайский аппарат. Это тоже очень важно. Ну и получается, как ни крути, это быстрее, чем из Китая. Из Китая пока бы отправили. Пока наша бы почта все это дело обработала, ну, может быть, к первым числам декабря я бы его получил. А еще, ребзя, вероятность того, что почта России засунет свои поганые руки в твою посылку равняется нулю. Потому что она вообще не обрабатывается нашей доблестной службой отправки посылок. Ну и, кстати, я снимал и вся эта вступительная часть на фронтальную камеру айфона 10s. Здесь Full HD качество и 60 кадров в секунду. 11.11 это непосредственно что-то связанное с Китаем. А вот Black Friday это Черная Пятница, которая захватывает весь мир. Наверняка вы увидели необычное явление в этом году. Какие-то продуктовые магазины, какие-то магазины вообще не связанные в жизни никогда с Черной Пятницей решили ее организовать. Ну и, конечно же, в интернете огромное количество интернет-магазинов устраивает распродажу Черную Пятницу. На Алиэкспресс заходим, устанавливаем специальное расширение для браузера от Letyshops. Если вы не зарегистрированы в кэшбэк-сервис Letyshops, ссылка на регистрацию будет в описании. Ссылка на скачивание специального расширения для браузера будет тоже в описании. И с помощью динамики цен китайцев выводим на чистую воду. То же самое можно сделать и на всем известном интернет-магазине китайском GearBest. Динамику цен отслеживаем и понимаем, купить или нет. На самом деле, Черная Пятница это последний этап, когда еще можно что-то купить и до Нового Года, скорее всего, он и придет. И самое важное, что повышенный кэшбэк вас ждет именно в эти дни. И не только на Алиэкспресс, и не только в китайских интернет-магазинах, а в сотни интернет-магазинах. В каких именно, тебе нужно перейти по ссылке в описании и посмотреть. Потому что, если ты перейдешь по ссылке в описании, там можно не только посмотреть магазины, а еще также и увеличить кэшбэк в некоторые. Поэтому срочно переходи, пока это все не закончилось. Ну и еще важный момент. Летишопс разыгрывает призы среди всех тех, кто получит кэшбэк на Черной Пятнице. Ну то есть, совершит любую покупку, получит кэшбэк от 2 рублей и автоматически участвует в розыгрыше. И подарки на самом деле достойные. 5 штук айфонов XR на 256 гигабайт. 7 штук с Sony PlayStation 4 Pro. Не просто 4, а 4 Pro. Электронные книги 15 штук. И смарт-часы 20 штук от Xiaomi AmazfitBip. Вам достаточно просто точно так же покупать, только используя кэшбэк-сервис Letyshops. Переходить прямо с сайта Letyshops. Ссылку я вам оставляю в описании. И точно так же покупать, получать свои билеты и потом ждать розыгрыша. Вообще в блогерской среде принято доебываться до OnePlus. Я буду говорить жестко, потому что это так и происходит. Ну типа приходит устройство к какому-то блогеру, который очень сильно любит Samsung, Apple и вся остальная история. И он начинает прям конкретно доебываться. А почему, например, здесь нет беспроводной зарядки? И он это не просто восклицает, что, ну типа, мол, очень плохо, что здесь нет беспроводной зарядки. А он прям предъявляет, что, мол, ну почему нету беспроводной зарядки? Вы что, охерели? В 2018 году не ставить беспроводную зарядку. Но при этом он ни на секунду не задумывается насчет того, что этот смартфон, по сути, стоит 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей, ну или давайте будем проще говорить, а начинается его стоимость от 550 долларов. И при этом он здесь хочет почему-то иметь беспроводную зарядку. Но компания нацелила такую себе политику. Но, с другой стороны, на каком еще другом устройстве у тебя будет нереальная быстрая операционная система, коимой является Oxygen OS, на каком еще устройстве у тебя будет дисплейный сканер отпечатков пальцев с этой быстрой системой. То есть ты что-то типа выбираешь. Да, я не спорю, что дисплейный сканер отпечатков пальцев есть уже на многих устройствах, но там не будет Oxygen OS. А Oxygen OS это не просто какие-то сейчас мои слова, то, что она самая быстрая. Она на самом деле и является самой быстрой операционной системой. Хорошо, одной из самых быстрых операционных систем. Второе, что когда ты покупаешь OnePlus, что ты получаешь? Быструю зарядку. Мать его, это быстрая зарядка? Я пытался сравнивать с другими устройствами. Другие устройства не могут выдать такой же заряд. Не получается ни Honor, который использует быструю зарядку от Huawei. Не получается ни у Xiaomi, который использует просто Quick Charge третьего поколения. А у OnePlus получается это сделать. Так, значит, официально, 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 офишал, да. 7-го, 7-го числа я заказал, получается, OnePlus. 7-го числа все это дело заказалось у меня. И 11-го числа он уже был на складе на моем адресе в Америке. Как бы это пресловуто ни звучало. Достаем все сувениры. О-е-е! Блок несколько тоже претерпел изменения. Опять же, может быть, это то, что американская версия. Я, честно, не знаю. Блок именно до этого, он был больше похож на классический адаптер. Сейчас он такой вытянутый, такой массивный адаптер, на самом деле, получился. Ну и по классике кабель, ну и теперь у нас на днище красуется вот этот вот джек 3.5 костыль. И вот он Oxygen OS во всей своей красе. Уже прилетело обновление. И самое главное, когда у меня был просто OnePlus 6, который я где-то примерно около трех недель назад продал, у меня тут же, так же, без каких-либо проблем прилетел Android 9. И самое главное, не как там на каких-то устройствах других китайских он прилетает где-то в 2019 году, в начале его обещают. Здесь он прилетел вообще без проблем. Обновление приходит, ну в среднем, раз в две недели. Я понимаю, конечно, что каплевидный вырез это далеко не новинка и OnePlus в этом плане не проходит. Но согласитесь, что смотрится охеренно. Ну типа раньше была просто огромнейшая монобровь, которая раздражала. Теперь эта капля не раздражает. Тем самым OnePlus не пришлось придумывать какого-то велосипеда и перемещать вот сюда, например, эту камеру. Как это делали, например, на Xiaomi Mi Mix 2S, да и на Mi Mix 2 просто это делали. Не пришлось придумывать велосипед. Ему так же не пришлось придумывать какие-либо там слайдеры. Просто в данный момент нужно было камеру вот таким образом скрыть и достаточно классно смотрится. Тем более, давайте будем откровенны. Здесь соотношение 18,5 к 9. И тем самым вы так и так не смотрите те самые видео на YouTube в полный экран. Ну и что не может не радовать, здесь подрос аккумулятор. 3700 мАч. В то время как у iPhone XS 2700 мАч. А у Xiaomi Mi 8 тоже прямого конкурента OnePlus 6T. По крайней мере, да, весны 2019 года. Здесь 3400 мАч. Получается из всех флагманских устройств, которые в данный момент у меня есть, у OnePlus самая огромная батарейка. Ну и в скором времени мы сделаем битву. OnePlus 6T против Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6T против iPhone XS за 88 тысяч рублей. Все, кто жаждут этой битвы, ставьте лайчину под этим видео. Теперь переходим к той фиче, которая, ну, по крайней мере, для меня будет в новинку. Я опа не держал. И, соответственно, у меня просто не было возможности попробовать, что такое разблокировка в дисплее. А, ну еще у Xiaomi Explore Edition есть такая функция. Ну, тот смартфон вообще мало кто держал в руках. Теперь и я прикоснусь к той самой легенде. Легендарная функция, которой, ну, честно, да, ну, где-то, ну, два года назад мы с вами прям вообще мечтали. У нас прям вот слюни текли по такой функции. И, казалось бы, если смартфон вот так выйдет, то тогда было бы кайфово. Ну, вот он, ребзя, я вас поздравляю, он вышел. Смотрите, сейчас я буду настраивать сканер отпечатков пальцев, который находится в дисплее. Я прислоняюсь точно так же. Точно так же. Ну, че, первая проба моя, че я могу сказать? А, держать надо. Извините, я че-то сразу не понял. Держать надо. О, е, подожди, а если вот прям вот так вот я резко... Ага, вот бочиной ставлю уже тяжело. Ну-ка еще раз. Ну, так вообще идеально. Резко вот предпоставляю палец. Идеально. Вот прям резко. Опа. Да шо ж такое. Я разучился, понимаете, я привык, что типа держать не надо. А в дисплейном сканере отпечатков пальцев это на самом деле нужная тема. То есть нужно придерживать. Ну и по последним, опять же, новостям, которые гуляли на ФОПОДА. То, что был какой-то баг найден. Когда у тебя включен фейс анлок, то есть разблокировка по лицу. Плюс включен фирген принт, то есть разблокировка с помощью пальца. То какие-то неизвестные люди, я не знаю, из какого-то города, но точно не из России все это было дело. Решил один попользоваться смартфоном. Пользовался, пользовался, все хорошо было. И тут же своему другу, товарищу, передал. Тот что-то потыкал, потом заблокировал устройство. После этого он разблокирует устройство и решил просто, опять же, ну, опять же, это из области фантастики какие-то истории. Он опять же решил просто, отдай-ка прислоню палец. Ну вдруг там что-то в OnePlus накосячили. Ну вдруг есть какой-то там вот подводный камень. Он раз прислоняет палец и говорит, разблокировал. После этого пробовали еще раз это повторить, не получается. И типа начали, опять же, на OnePlus гнать, что типа по поводу безопасности в очередной раз они обосрались и вся остальная история. Я не знаю, ну серьезно, мне кажется, можно на любой бренд найти какой-то компромат. Что касается разблокировки по лицу. Здесь нет специального датчика, как у iPhone X или iPhone XS. Здесь все это происходит с помощью фронтальной камеры. До сих пор. Но они эту технологию усовершенствуют. И теперь она стала, ну, прям вот гораздо быстрее, чем у предшественника. Давай протестим. То есть смотри, сейчас я нажму. И мы даже не успеем увидеть, сколько времени. Ну, вы видите это, да? Фронталка здесь перекочевала, если верить интернету, из OnePlus 6. Абсолютно такая же фронталка. Я сейчас посмотрел по качеству, в принципе, то же самое и осталось. Поэтому нужно сразу понимать, что качество фотографии будет не очень, потому что главный бич OnePlus 6 это были его камеры. Но только там была и основная дерьмовая, и фронтальная. Получается, здесь теперь фронтальная камера по-любому осталась дерьмовой, потому что она оттуда перекочевала. И сразу нужно понимать, что это не только отразится на качестве фотографий. Также фронтальная камера вам испортит жизнь. Если вы вдруг в какой-то момент решили писать влоги или блоги или еще что-то, к сожалению, качество картинки будет такой себе. И еще есть один минус. То, что фокусное расстояние у него слишком близкое. И то бишь, когда ты нажмешь камеру, ну вот давайте я вам продемонстрирую. То есть я вот на вытянутой руке, а моя башка и больше ничего не присутствует. Что касается основной камеры, то здесь стоят два новых модуля от Sony. Один на 16 мегапикселей и второй на 20 мегапикселей соответственно. Также присутствует двойной фокус. Это очень важно. Также присутствует оптическая стабилизация. Это очень важно при съемке видео. Ну и самое главное, нас не обижают по видеосъемке. Здесь 4К 60 фпс, мать его. Где? Какой еще китайский бренд дает 4К 60 фпс? При том, что Snapdragon 845 позволяет это делать. Xiaomi, алло! Meizu, алло! Ну что происходит? Ничего не происходит. А у OnePlus 6 это было и у OnePlus 6 тоже это есть. Кедрить, колотить, вот это вот парни молодцы. Давайте вместе поглядим, что я тут наснимал. Очень много селфаков на самом деле. И я их делал с портретом. Здесь освещение достаточно хорошее. Я сразу лукавить не буду. Но при этом я скажу так, что качество, видать, на программном уровне портретного режима подтянули. Потому что портретный режим на фронтальной камере у OnePlus 6 мне лично не нравился. Здесь я скажу, что в принципе подтянули. Что касается вспышки в темноте на фронталку, то здесь используется абсолютно, ну типа уже избитая функция, когда в моргает дисплей и тем самым получается какой-никакой свет. Я скажу, что даже неплохо справилась. Я в ночном коридоре пытался все это сделать. Дальше у нас идут фотки уже с ночного режима. Здесь мы видим мою супер полку, стенд. Здесь у меня снизу есть летучая мышь. Неоновые подсветки. И ты посмотри, как он ее охеренно сделал. В полнейшей темноте, без каких-либо вспомогательных эффектов он идеально сделал. При зуммировании, при кропе ты опять же видишь детали. Удивительно? Ну это факт. Давайте во внимание брать минимальную цену 35 тысяч рублей. Ну или примерно около 530 ваксов. Это со скидкой в данный момент можно купить. И максимальную цену, ну это примерно где-то около 42-43 тысяч рублей. При том, что у тебя там будет 8 гигов оперативы и 256 гигабайт накопитель. За эти бабки мы получаем фронтальную камеру. Неплохую? Неплохую. Заметьте, я не говорю отличную и хорошую. Основную камеру здесь прям вообще можно сказать, что очень уже неплохо. В этом плане эти ребята постарались. Что мы еще получаем? Постоянные свежие обновления. Самую быструю практически операционную систему, которая в данный момент есть на рынке андроида. Быструю зарядку мы получаем. Неплохой дизайн. Сканер отпечатков пальцев в дисплее. Пресловутой моно брови избитой уже нету. Ну и дальше и дальше лавры идут у этого смартфона. Но при этом конечно же стоит не забывать, что в полном и детальном обзоре я расскажу подводные камни и после этого вообще можно будет спокойно покупать. Но с другой стороны, черная пятница уже на дворе. И если будет этот смартфон со скидкой, какой-то определенный у вас будет купончик, то все-таки за 35 штук это будет вообще удачный выбор вашей мобилы. Огромное спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик, о том мне многие говорят, а что это такое колокольчик. Если поставите на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых роликах. Ставится очень просто. Сверните в данный момент ролик, где кнопка подписаться, там есть колокольчик. Нажимайте на него и там будет то, что получать все уведомления о данном канале. Вот и все. Пишите ваше мнение в комментариях. Ну и самое главное, что лепите под этим роликом лайчину. Очень люблю ваши лайчины. Тогда выйдет и быстрее тест и батл с другими смартфонами хитовыми. Все, давайте красавцы. Пока.